Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. В 12 главе у нас были такие очень резкие конфликты с фарисеями, с книжниками, с людьми, которые, говоря шире, настаивают на религии как на наборе запретов и предписаний. Исполняй, и все будет в порядке. И, наверное, в этот момент, ну, по крайней мере, повествование так построено. Не знаю, в этот ли момент истории, но в этот момент повествования. Те, кто остается с Иисусом, это люди, ищущие уже каких-то смыслов. Люди, готовые переходить за границы. Ну, как это очень часто понимается, это все ветхозаветное, да, а мы, христиане, нам все позволено, нам вообще все можно. То есть, понимается, как некоторая такая вседозволенность и возможность ничем не заморачиваться. Но, может быть, есть другие проблемы. Не проблема, что делать в субботу, как там, можно есть зерна, сорванные руками, или нельзя, из колосьев, сорванных руками. А какие это проблемы? «В тот день Иисус вышел из дома и сел около моря. Народ к нему сходился толпами, так что пришлось ему сесть в лодку, а вся толпа оставалась на берегу. Он говорил с ними притчами и рассказал их много». Смотрите, настолько много народу, что у него нет возможности обратиться. Со всех сторон давят. Ему приходится отплыть немножко от берега, да, ну, потому что в воде люди не будут стоять, а для того, чтобы обратиться к ним, создать некоторую дистанцию. Его рвут на части буквально, да? И вот здесь очень уместно поговорить. Да, вы пришли, потому что исцеление, потому что чудеса, потому что здорово, выгодно, полезно, интересно, ярко. А сами-то вы что? Однажды вышел сеятель сеять зерна, и пока он сеял, одни зерна упали при дороге, налетевшие птицы их склевали. Другие зерна попали на каменистую землю, где почвы было немного. Такое зерно сразу взошло, потому что было в земле неглубоко, но едва взошло и пригрело солнце, растудок засох, потому что не укоренился. Другие зерна попали в сырники, так что сырники разрослись и задушили ростки. А были и такие зерна, что попали на хорошую почву и принесли урожай, какой в 100, какой в 60, какой в 30 крат, у кого есть уши, пусть слышат. Вот, кажется, совсем нетрудная притча. Ну да, мы все знаем ее толкование, думаю, не первый раз этот текст читаем. Но понятно же, вот, а какой вы принесете плод, обращается он к людям. И почему-то эта притча вызывает больше всего недоумение. Ученики подошли к нему и спросили, почему ты говоришь с ними притчами? Да, они так издалека начинают. То есть мы тоже ничего не поняли, но как бы это, мы не будем за себя признаваться, а вот этот народ ничего не понимает, да? Он сказал им в ответ, вам дано узнать таинство, царство и небес, а им не дано. У кого есть, тому и дано будет с избытком, а у кого нет, у того будет отнято, что имел. Потому я говорю с ними притчами, так что они смотрят, но не видят, слушают, но не слышат и не понимают. Так сбывается на них пророчество Исаии. Слышать-то вы будете, да не поймете, смотреть-то будете, да не увидите. «Очерствело сердце этого народа, уши еле слышат, глаза закрылись, слухом не услышат, зрением не увидят, сердцем не уразумеют, не обратятся ко мне за исцелением. Благо вам, что глаза ваши зрячие и уши способны слышать. Аминь, говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что у вас перед глазами, но так и не увидели. Желали слышать, что вы слышите, но так и не услышали. А звучит странно с двух точек зрения. Ну, во-первых, почему бы ему не сказать апостолам, ну, ладно, вы сами ничего не поняли, давайте я вам объясню, да. Он принимает их игру. Это вот народ ничего не понимает. Да, конечно, этот народ невежда. Вы-то, вы-то понимаете, что какая-то ирония в этом слышна, да. Потому что потом сразу он объясняет им смысл. А с другой стороны, вы знаете, какой-то снобизм. Вот иногда говорят, человек сноб. Ну, то есть он презирает неграмотных, неученых, простых. Он на них смотрит, как на тараканов каких-то, да, ничтожных. А получается, Иисус так говорит. Более того, более того, он говорит, они специально вот делают, делает он так, чтобы они не услышали, не поняли, не обратились и не спаслись. Вот это такая какая-то издевка, рассказать людям притчу, которую они абсолютно не понимают, да, чтобы они не поняли ничего. Допустим, есть какая-то смертельная опасность, да, где-нибудь там огоренный провод под высоким напряжением. А я начну притчами говорить, вместо того, чтобы сказать, не трогайте, погибнете, да. И он так себя ведет. Вы знаете, мне кажется, вот здесь как раз простота этой притчи, она показывает, насколько люди не готовы слышать. Но ясно же, что плоды, тем более мы столько в Библии подобных историй читаем, когда принесение плодов – это то, что человек отдает Богу в ответ на его заботу, о нем в ответ на его дары. И вот, когда одни зерна приносят плоды, а другие нет, что неужели трудно догадаться, что это, может быть, не в деталях, но хотя бы в целом и общем, это про то, что от человека тоже что-то требуется. Приходит толпа и воспринимает его как бесплатное развлечение, как бесплатного врача, там, не знаю, яркого проповедника. Приходит, чтобы получить. А он нам начинает так издалека. А вот как насчет того, чтобы что-то отдать? И очевидно, что человек, который этого не слушает, он просто не настроен слушать о том, что и от него требуется что-то отдать. Он будет просто вот свое бубнить – дай, 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 дай. Как есть такая православная шутка. Ну, что у нас в жизни? Ну, как в Екатинье – 15 раз подай, Господи, и один раз слава тебе. Да, вот хорошо, если хоть один раз это говорится, а не только подай. И, может быть, он с какой-то иронией говорит со своими учениками, да? Вот вы себя возносите над ними, а вы от них сильно отличаетесь? Может быть, это и к вам тоже надо отнести? Но тут же объясняет. А почему только ученикам? А потому что только ученики спросили. Потому что все остальные – да, круто говорит, да, интересно его слушать. Ну, ладно, мы пошли, да? Да, очень часто так бывает, когда вот развлечься – да, а сделать вывода-то нет. А теперь послушайте, что значит притча о сеятеле. К любому, кто слышит о царстве, но не понимает смысла, приходит лукавый, чтобы похитить зерно, посеянное в его сердце, как упавшее при дороге. Вот при дороге, да, шли, обронили. Сеятель, можно спросить, почему сеятель такой неаккуратный? Он что, не понимает, где надо сеять? Зачем он разбрасывает семена? Семенной фонд растрачивает, да? Да, должен бросать только на хорошую землю. Ну, мало ли, пока шел, что-то просыпалось. Кидает он же не отдельные зернышки, а он кидает горсть, значит, что-то улетело чуть дальше. И вот случайно и до таких людей долетает, но они по дороге, они вот туда-сюда бегают. Да, вот, собственно, как, наверное, большинство слушателей. Зерно, что попало на каменистую землю – это когда услышит человек слово и тотчас радостно его примет. Ага, первое состоялось, услышал и принял. Но слово не пустит корня. Такой человек переменчив, и стоит начаться скорби или гонению за слово, как он поддается соблазну. Зерно, что попало в сорняки – это когда услышит человек слово, но подступит забота о мирском и соблазном богатства. Задушат они слово и останется человек без плода. А зерно, что попало в хорошую почву – это когда человек выслушает слово, поймет его и принесет плод. Кто в сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать крат. Ну, казалось бы, все понятно, да? Но здесь есть еще одна очень интересная деталь, о которой, может быть, редко думают. Сеятель щедро. Он бросает всюду. Он дает возможность всем семенам зайти. Вместо того, чтобы сказать, ага, вот тут хорошая земля, сюда бросаю, а сюда нет, здесь камни, а там дорога, а здесь сорняки. Он бросает всюду. Неравные условия у семян, но у каждого есть шанс. Рассказал им еще одну притчу, а это уже только ученикам. Хотя, не знаю, не знаю, вот ученики подошли, а дальше им, всем или им. Ну, почему я думаю, что про учеников, потому что здесь есть не только семена, здесь есть еще работники. А вот кто же эти работники, как не те, кто уже с Иисусом ходят и, в общем, стараются исполнять его волю, может быть, не очень понимают. Вот чему подобно царство небес засел некий человек в свое поле хорошими зернами. Притча – это всегда занимательная история из быта. Вот сегодня бы, наверное, рассказывал про компьютеры, то, чем заняты с утра до вечера, автомобили. Ну, тогда у людей была жизнь попроще. Но когда все спали, пришел на поле его враг и посеялся среди пшеницы плевелы. Плевелы – это сорняки, более того, знаете, это сорняки, содержащие ядовитое вещество, опасное причем для человека в больших дозах. Поэтому важно их разделить. Но пока они еще зеленые, то пшеницу от плевел довольно трудно отличить. Слишком рано начать выпалывать невозможно. Поднялись сходы, налились колосья, тогда и обнаружились плевелы. К хозяину поля пришли рабы и спросили. Вот, ученики, судя по всему. Господин, ведь ты засел в свое поле хорошими зернами. Откуда же взялись плевелы? Он ответил, это делал рук моего врага. Все просто, да? Да, логичный вывод. Прополкой надо заняться, не так ли? Выдернуть все дурные всходы. Так, дарабы ему предлагают желать, чтобы мы занялись прополкой. Но он говорит, нет, а не то, выпалывая плевелы, вы заодно повдергиваете и пшеницу. Пусть растет то и другое, пока не придет время сжатвы. А тогда я велю жнецам сначала срезать плевелы и связать их в снопы, чтобы сжечь. А потом уже собрать пшеницу в мою житницу. То есть, пока не наступает конец, не делайте выводов, что из чего вырастет. Ну, раз у нас сельское хозяйство, давайте уж притчи про сельское хозяйство. Вот здесь я вам такой кусочек Евангелия, где об этих вещах. И вот что интересно, каждая из притчей раскрывает одну из сторон этого понятия «царство небесное». Хотелось бы иметь такой вот очень четкий набор определений, да, формулировок вместо этого притча. То, что занимательно, то, что запоминается, не случайно детям сказки рассказывают, им бесполезно давать инструкции. Рассказывают там сказку «Волк и семеро коза», значит, не открывая дверь, кому попало, и так далее. И здесь может быть что-то подобное. И, с другой стороны, притча, она сама как семя. Вот инструкция, мы в прошлой главе говорили про разные религиозные инструкции, читали там, что нельзя делать в субботу и все такое прочее. Там все очень конкретно и четко. Там для осмысления места не остается «исполняй» или «не исполняй, чувствуй себя грешником», да. А вот притча «осмысляй», а вот притча «найди способ применить в своей жизни еще неизвестно какой». Вот на что похоже царство небес. Поселники, человек у себя на поле горчичное зернышко. Но кто горчицу с зернами видел или использует, там видно крохотные совсем зернышки, да. Хотя оно меньше всех семян, но когда всходит росток, оно выше всех растений в саду. Это дерево, на ветвях которого прилетают гнездицы птицы небесные. Но горчица не настолько уж великое растение, оно не дерево, на нем не гнездятся. Это высокая довольно трава, но все-таки трава, да. И тоже преувеличение. Или можно сказать, что горчичное зернышко не обязательно биологический вид, да, растение под названием горчица. Но вот какое-то такое маленькое зернышко, ну, горчица просто самое первое, что приходит в голову по этому поводу. А так, может быть, и другое какое-то. И речь, конечно, про рост, опять-таки, да, вот царство не то, что дано, а царство то, что растет, причем растет самое, растет внутри. Тоже важная вещь. Он рассказал им еще одну притчу. Царство небес похоже на то, как женщина взяла закваску и замесила с ней целый мешок муки. И на этих дрожжах поднялось все тесто. Это закваска от предыдущего замеса муки, небольшая часть, которая содержит дрожжи, и она это сквашивает. Ну, и вот смотрите, опять-таки, то, что постепенно действует. Может быть, и притча такая, закваска. Потому что притча – это не то, что сразу вот в готовом виде, а тебе надо подумать об этом, надо как-то осмыслить. Все это Иисус говорил народу притчами, а без притчей ничего им не говорил, чтобы исполнилось предсказанное через пророка. Открою ста, чтобы поведать притчи и провозгласить, что было сокрыто со времен сотворения мира. Ну, и Матфей, конечно, не был бы Матфеем, если бы он не подчеркнул, что это тоже часть ветхозаветных пророчеств, а не просто случайные какие-то действия. Ученики, посмотрим, они все еще как-то непонятливы. Хотя, казалось бы, после первого объяснения, что семя – это слово, но дальше уже все как-то очень логично выстраивается само. Вот есть некоторый юмор, да, непонятливые ученики. Потом Иисус отпустил народ и вошел в дом. К нему подошли ученики с просьбой объяснить им притчу о плевелах на поле. Он им ответил, кто сеет хорошие зерна – это сын человеческий. Поле – это мир, хорошие зерна – это сыны царства, а сорняки – сына лукавого. Враг, который их посеял – это дьявол. Жатва – это конец света, а жнецы – ангелы. Плевелы собирают и бросают в огонь, так будет и при конце света. Пошлет сын человеческий своих ангелов, убрать из своего царства все то, что соблазняет всех тех, кто творит беззаконие. Их бросят в огненную печь, и будут там слышны рыдания и зубовный скрежет. А праведники тогда высияют, как солнце, в царстве своего отца. У кого есть туши, пусть слышат. Ну, здесь все достаточно понятно. Мы обращаем больше внимания на то, почему это говорится именно в этом месте. Наверняка пересказывать еще раз значение притчи смысла большого нет. И вот смотрите, ученики наедине с ним говорят, с простым народом он больше сельскохозяйственные образы использует. То, что само растет, или там сквашивается тесто, тоже из деревенского быта. А с учениками немножко другие образы, такие более сокровенные, что ли. Царство Небес похоже на закопанное в поле сокровище. Нашел его человек, скрыл от всех, и вот радостно идет и распродает все свое имущество, лишь бы купить это поле. Но очевидно, что поле имеет в себе нечто гораздо более ценное, чем стоимость самого поля. Поэтому выгодно купить это поле, потом пойти и выкопать это сокровище. И вот на что еще похоже Царство Небес. Ищет некий купец прекрасный жемчуг. Вот нашел одну драгоценную жемчужину и продал все свое имущество, лишь бы ее купить. Смотрите, если первый и покупатель выглядят довольно рациональным человеком. Ну, допустим, я знаю, что на некотором поле зарыт миллион долларов. Я покупаю это поле за 100 тысяч рублей, и вот мой миллион долларов. У меня очень хорошая прибыль, да? А второй выглядит абсолютно безумным. Жемчужина, ну, допустим, она дорогая, драгоценная. А где он будет жить, что он будет есть? Он продал все, что у него было, чтобы купить одну жемчужину. То есть это не вопрос выгоды. Это вопрос, скажем так, приоритетов. Вот даже такая странная вещь, как, по сути дела, хобби, коллекционирование жемчужин. Тоже может дать некоторый материал для притчи. На что же еще похоже Царство Небес? Забросили в море Невод. Захватил он рыб всякого рода. Когда Невод наполнился, рыбаки вытащили его на берег и сели разбирать улов. Из учеников же много рыбаков, им это знакомо на практике. Хороших рыб сложили в корзины, а все непригодное выбросили вон. Так будет и при конце света. Явятся ангели, и ангелы отделят от праведников дурных людей, бросят их в огненную печь, и будут там слышны рыдания и зубовные скрежет. Теперь вы поняли все? Да, ответили они. То есть, смотрите, надо хорошенько напугать. Вот как он им не объясняет, вот пока прозубовный скрежет и огненную печь не сказал, вот как-то не доходит. А Иисус добавил, потому и всякий книжник, который обучился Царству Небес, похож на хозяина дома, который достает из кладовой и новые вещи, и старые. То есть, у него есть свои традиционные взгляды, старые вещи, но он же вносит в эту кладовую новые вещи. Весть о Царстве. Интересно, что он никак не оценивает здесь Иисус этого человека, и не говорит, ему бы старые выбросить, чтобы новые нашли себе место в его кладовой, чтобы доверху дополнить, заполнить. Главное, чтобы этот книжник как-то взаимодействовал с этой вестью о Царстве. Вот все предыдущие притчи, они про взаимодействие. Рост, рыбная ловля, все остальное. Рассказав все эти притчи, Иисус отправился дальше. Он пришел в родные края и стал там учить местные синагоги, приводя людей в изумление. Прошлая глава заканчивалась разговором о родных, и здесь будет то же самое. Они говорили, откуда же у него такая мудрость и такая сила? Он же сын простого плотника. Вот его мать по имени Мария, вот его братья Яков, Иосиф, Симон и Иуда. И часто имена. В честь рукописи Иосет, кстати, поэтому мы точно не знаем, как звали братьев. Ну и кто такие братья, да, вот православная католическая традиция считает, что это были сыновья Иосифа, мужа Марии от первого брака. Но для протестантов это скорее те дети, которые родились у Марии. И Якова после рождения Иисуса для православных католиков, это, конечно, неприемлемый взгляд. Но даже не очень важно здесь, потому что здесь они не говорят о физическом рождении людей, а говорят о социальном. Вот кто он такой? Ну вот тут же вся его родня, вот самые простые люди, там отец был плотником, вот его родня здесь, он такой же, как и мы. Да и все его сёстры тут у нас, откуда же у него эти способности? Вот что мешало им его принять. А Иисус им сказал, нигде пророк не лишён почёта, кроме как в родном краю в собственном доме. А почему бы не принять пророка из собственного дома? Да потому что ты же знаешь его как маленького мальчика, как там какого-то, может быть, не очень разумного юноши. Вот люди ждут, что придёт кто-то в великий, прекрасный, какой-то немыслимо удивительный из далёкой страны, а под носом у себя всё проглядывает. Так и притчи те же самые, построены по принципу очень простых рассказов, без каких-либо вот волшебных чудес. Там в прошлой главе просили знамения, вместо этого он рассказывает кучу историй про земледельцев, рыбаков, женщину, которая тесто замешивает. Но и в этом есть некая премудрость. Да и все его сёстры тут у нас, откуда же у него эти способности? Вот что мешало им его принять. А Иисус им сказал, нигде пророк не лишён почёта, кроме как в родном краю в собственном доме. Он так и не проявил там свою великую силу из-за их неверия. Оказывается, это всё не автоматически происходит. Оказывается, нужно поверить, чтобы увидеть. Казалось бы, наоборот, просили знамения, да? Мы увидим, тогда мы поверим. Но можно увидеть в самом простом, в самом повседневном. Просто надо этого хотеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!